МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Коротко о главном. Не зная брода, сотрудники транспортной полиции рассказали детям о безопасности на воде. Царская рыба в Чебоксарском море. В Волгу выпустили мальков в стерляде. Пойдем копать картошку. В Комсомольском районе начали уборку второго хлеба. Чувашскими селами восхищаются гости. Это отметил временно исполняющие обязанности главы республики, посетив с рабочим визитом Комсомольский район. Михаил Игнатьев принял участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта и ознакомился со строительством школы. Подробности у Дмитрия Ковалева. В Комсомольском районе завершается программа модернизации фельдшерско-акушерских пунктов. Новый шестой по счету для муниципалитета ФАП открылся в деревне Дубовка. Для местных жителей это долгожданное событие. Раньше, говорят о ней, акушерский пункт располагался в бревенчатом пристрое. Было холодно, зимой его отапливали углем, а после обильных дождей приходилось латать крышу. В новом ФАПе для пациентов создали более комфортные условия. Красивые светлые комнаты, кабинеты, кабинетов 6 у нас, кабинетов фельдшера есть, процедурный кабинет для хранения лекарственных средств есть, медицинская, сестринская комната есть, туалет, санузел здесь и теплогенераторский. Очень даже, очень, очень много ждали. Давным-давно ждем этого дома. Рады мы, очень рады. На строительство Дубовского ФАПа из бюджета республики было выделено более 2 миллионов рублей. Он оснащен самым современным оборудованием. Новый пункт будет обслуживать сразу 3 соседние деревни, где проживает более 300 человек. Но всего в республике будет открыто 100 кушерских пунктов. Церемония открытия сотого назначена на август. Такое количество ФАПов отметил временно исполняющий обязанности главы республики, пока удалось модернизировать только чуваши. Когда гости приезжают из других регионов, бывают сельские местности, они сравнивают с своими регионами. У нас селяне намного лучше трудятся, намного лучше живут, живут в мире и согласии. А в деревне Альбузь-Сюрбеева активными темпами возводят новую школу. Здание, где сейчас учатся дети, было построено в начале 60-х годов и уже давно не отвечает современным требованиям. Здесь нет спортивного зала, удобства на улице. Место водопровода – колодец во дворе. Новоселье школьники отметят в следующем году. Подрядчики уже возвели первый этаж, обещают, что уложатся в отведенный график. Михаил Игнатьев поручил местным депутатам контролировать ход строительства. Работой строителей вот этой строительной фирмы мы очень довольны. Они очень хорошо работают. Вот 19 мая начали, вот вы уже видите, первый этаж потихоньку завершается. Планируется в следующем 16-м году в августе вместе сдать объект. И 1 сентября мы уверены, что будем учиться в новой такой школе. Новое здание школы рассчитано на 160 детей. Директор говорит, учеников в деревне с каждым годом становится все больше. И в перспективе здесь планируют открыть новые классы. В новом здании разместится не только школа, но и детский сад на 40 мест. Медвик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев ознакомился с уборочными работами на полях местной агрофирмы. В хозяйстве комсомольские овощи в этом году посадили более 140 гектаров картофеля. Аграрии сделали ставку, но элитные семена и не прогадали. Сейчас они собирают с одного гектара более 22 центнеров. В сутки более полутора тонн. Михаил Игнатьев заметил, пока погода на стороне селян, темп работ необходимо ускорить. На полях агрофирмы трудится местное население. За день каждый рабочий получает порядка тысяч рублей. Всего же в Комсомольском районе предстоит собрать урожай с 32 тысяч гектаров. Местные хозяйства получают серьезную государственную поддержку. В этом году из бюджета было выделено более 100 миллионов рублей. А накануне отличные для аграриев новости озвучили и в Москве. Президент России поддержал идею уничтожить санкционные продукты прямо на границе. И эта мера может дать толчок для освоения новых рынков. В хозяйстве комсомольские овощи планируют продавать картофель не только в соседних регионах. Заказы поступают и из Москвы. Сегодня Центр Зирком Чувашии утвердил список доверенных лиц Олега Николаева, кандидата на должность главы Чувашской республики. В списке 6 человек. Геннадий Зайцев, помощник депутата Госдумы России. Пенсионеры Анатолий Григорьев, Тамара Манаева и Леонора Щетинина. Учитель математики Сергей Беккер и временно не работающий Евгений Углев. Собрали деньги, заказали проект, получили разрешение и сделали парковку у своего дома. Все чаще так поступают жители столицы Чувашии, которым негде оставлять свои автомобили, а штрафы за парковку на тротуарах и газонах платить не хочется. Впрочем, инициативе граждан зачастую не рады их соседи. Разговаривала с автомобилистами и пешеходами и разбиралась в том, как решается проблема парковок в городе Ольга Пырочкина. Парковка нужнее, чем газон. Такое решение приняли жильцы дома А19, корпус 8 по Московскому проспекту и организовали себе стоянку. Земля находится в долевой собственности владельцев квартиры, так что особых проблем не возникло. На существовавшую тогда парковку, построенную вместе с домом, емкостью 10 машиномест, конечно, уже невозможно было заехать, когда все переселились, поэтому вопрос стал, каким-то образом эту проблему решить. Поскольку дом новый, естественно, мы в программу на бесплатное оборудование не могли попасть, только за счет собственных средств провели в сентябре 2011 года общее собрание, приняли решение. После того, как на общем собрании больше 80% жильцов проголосовало за парковку, заказали проект, утвердили его у главного архитектора города, получили ордеры на земляные работы. И вот у дома появилось дополнительно 27 машиномест. На материалах решили не экономить, выбрали так называемую эко-парковку. Там может расти трава, а конструкция не повреждает корневую систему растений. Каждая машиноместа обошлось автовладельцам в среднем в 21 тысячу рублей. Но это дешевле, чем постоянно платить штрафы. Тем, кто паркуется в неположных местах, квитанции в последнее время приходят с завидной регулярностью. С помощью системы автоматической фиксации правонарушений «Паркон» выявляются нарушения, такие как стоянка автомобилей на газонах, тротуарах, детских площадках. Всего за 6 месяцев текущего года к административной ответственности за подобные нарушения привлечено 6571 нарушитель. И что хочется отметить, что средства, подступившие от штрафов, направляются в том числе и на строительство новых парковых и стояночных мест. Пойман за нарушение в первый раз штраф в 1000 рублей, дальше в два раза дороже. Впрочем, тех жителей многоквартирных домов, кто перемещается на своих двоих, чаще всего кошелек соседей автомобилистов не заботит. Так, часть жильцов одного из домов по улице Кривого о парковке во дворе и слышать не хотят. У них своя правда. Жители нашего дома стараются благоустраивать территорию. Вы посмотрите, какие цветочки. Здесь у нас очень много детей бегают. Мы довольны, что у нас есть хорошая площадка. И мы стревожены тем слухами, что предполагается здесь делать парковку. Мы категорически против этого. Потому что территория небольшая. Что будет после этого? Мы хотим сохранить зеленую зону. У нас здесь и деревья прекрасные, липы цветущие. Этот райский уголок нам просто теряет жах. Протокола собрания еще нет, но инициативные жительницы утверждают, чтобы построить стоянку нужно 67% голосов «за». А тут почти все против. Во-первых, они очень шумят. Во-первых, загазованность. Это же ненормально, дышать нечем. Будьте любезны парковаться на стоянках платных. Вот и все. Итак, перед городом стоит задача, даже более сложная, чем обеспечить растущее быстрыми темпами число автомобилистов парковочными местами. Нужно еще найти компромисс между водителями и пешеходами. В этом году у нас построено 47 парковок, порядка 570 машин и мест. Программа текущего года выполнена. И сейчас мы начинаем формировать уже заявки на 2016 год. Спасти ситуацию в существующей застройке действительно могут только многоярусные паркинги. Правда, для их строительства нужно найти не только участки, но и инвесторов. Ну а будущим поколениям, возможно, они придется воевать за парковочные места или зелень. Для зданий и районов, которые будут проектироваться и строиться в будущем, норматив по количеству парковочных мест по решению городского собрания депутатов увеличили. Ольга Пырычкин, Олег Якимов. Республика. Компания «Русгидра» реализует в регионах страны проекты, направленные на улучшение экологической ситуации и пропаганду бережного отношения к природе. Сегодня в Чебоксарское водохранилище в рамках кампании по зарыблению водоемов выпустили мальков в стерляде. Третий раз в Чебоксарское море выпустили мальков царской рыбы. 10 тысяч рыбешек, почувствовав долгожданную свободу, тут же распределились по водоему. Но, к сожалению, к тому времени, как стерлис сможет принести потомство, их останется всего 10%. Численность стерлядей в последние годы резко уменьшилась, особенно в районе Чебоксарского водохранилища. Поэтому для того, чтобы поддержать хотя бы небольшую численность стерлядей, как вида проводятся вот эти работы по зарыблению. И мы, соответственно, приветствуем то, что Росгидра занимается этим благородным делом. На 20-ю юбилейную благотворительную акцию приехали дети Новочебоксарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Мы шефствуем над этим учреждением уже не первый год. Помогаем им улучшать условия в центре, приглашаем их на наши мероприятия, на экскурсии по Чебоксарской ГЭС. А сегодня мы решили организовать для них интересную поездку на Волгу, которая стала еще и очень добрым делом и примером для всех горожан. Воспитанники центра участвовали в театрализованном представлении, прогнали жадных браконьеров, спасли девочек-рыбок, узнали много интересных фактов о стерляде от ожившей «Красной книги», а также самостоятельно выпустили мальков в воду. Екатерина Куприна, Александр Петров, Республика. Около Чебоксарской ГЭС 73-летний пенсионер спас 28-летнюю жительницу Новочебоксарска. Нетрезвая женщина, купаясь в запрещенном месте, резко пошла ко дну. Валерий Ерюмин бросился ей на выручку. Любительницу экстремального купания доставили в городскую больницу. Правила поведения на воде и приемы оказания первой помощи тонущим должен знать каждый человек. Сегодня сотрудники транспортной полиции поделились опытом с юными отдыхающими детского оздоровительного лагеря «Волна». Купаться только в специально отведенных местах, не заплывать за буйки, не баловаться в воде. Все эти правила безопасности должен знать каждый, вне зависимости от возраста. Но чем раньше человек осознает всю угрозу, которая может исходить от водной стихии, тем лучше. Дети не имеют права купаться без присмотра взрослых, должны купаться только в специально отведенных местах, купаться должны в специальных жилетах, ну и естественно только в жаркую, в теплую погоду. Такой формат мы решили устроить, потому что, чтобы дети все-таки знали, в первую очередь, об опасности на водном объекте, во-вторых, чтобы знали о водной полиции, которая несет службу непосредственно на реке Волга. И данный формат мы хотим переключить и на другие лагеря, чтобы это проходило как можно чаще. И дети знали об этом. Профилактические лекции, познавательные мультфильмы и ролики на тему безопасности на объектах не только водного, но и железнодорожного и воздушного транспорта. Все это показали и рассказали детям сотрудники транспортной полиции. Я узнала новое для себя и считаю, что это хорошо не только для меня, но и для моих родителей. Они знают то, что я буду знать правила. Я узнала то, что нельзя портить имущество в поездах, потому что может привести к трагедии. Нужно держаться там за поручни, обязательно сидеть на сидении. И нельзя портить радио в поездах, потому что когда объявляют остановку, некоторые могут не услышать. Теперь отдыхающие лагеря не только сами знают правила поведения на водном и другом транспорте, но и могут научить своих друзей. Я узнала, что нельзя заплывать за пуйки, нельзя купаться в запрещенных местах. И когда у тебя судорога, нужно уколоть каким-нибудь колючим в ногу. И тогда все будет хорошо, и ты сможешь доплыться. И нельзя паниковать вообще ни в коем случае. Нужно быть спокойным и плыть, цараться, доплыть до берега. Вот моя сестренка, ей 11 лет, она не умеет плавать. Я всегда говорю, далеко не заплывай, но давай я тебя научу, что это не страшно, если ты глубоко заплывать не будешь. Нельзя бояться воды. Почувствовать себя в роли транспортного полицейского мог практически каждый отдыхающий в детском лагере. Сотрудники пригласили желающих на борт своего катера. В общем, было круто. Особенно, когда он поворачивал, там угол наклона большой был. Очень страшно, страшновато. Когда едет катер, за ней остаются волны, и они расходятся в разные стороны. Это очень круто выглядит. Такой специальный катер развивает скорость до 70 км в час. Для сравнения, скорость обычного прогулочного судна примерно 30 км в час. Так что на скорую помощь спасателей можно рассчитывать, но лучше все-таки самим не плашать. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В России вводят новые правила обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас их должен утвердить Банк России. Затем указания будут направлены страховщикам. В качестве существенных изменений вносятся новые правила. Например, страховые компании обязали заключать договор в день обращения. Кроме того, страховщик не может препятствовать видеозаписи процесса переговоров. Также клиента необходимо информировать о скидке за безаварийную езду, о порядке перерасчета премий в случае изменения условий договора. Страховщик должен разместить в доступном для клиента месте внутренние документы компании, устанавливающие порядок осмотра транспортного средства. «Вместе сделаем шаг к здоровью» призывает проект Республиканского совета женщин, поддержанный Минздравсоцразвития и Минэкономразвития Чуваши. Сегодня на базе комплексного центра социального обслуживания в Чебоксарах прошла ярмарка здоровья для пенсионеров. Впрочем, заинтересовались ею и молодые журналисты. Грантовый проект направлен на то, чтобы наши мамы и папы, бабушки и дедушки жили не просто долго, но и счастливо. Необходимое условие для этого в пожилом возрасте – здоровье. Помимо регулярных походов к врачу, поддержать его можно массой других способов. И здоровое питание, это и занятие творчеством, это и сопровождение лечебных учреждений, это и занятие рукоделием и выращивание в огородных условиях наших продуктов, питания своих, которые действительно очень ценные, не то что другие импортные. И самое главное, что они здесь все вместе, все в радости. В акции приняли участие медицинские работники городской клинической больницы номер один. Они рассказали о том, как сохранить физическое и душевное здоровье. Своим опытом делились и те, кто выбрал активное долголетие. Уже 10 лет занимаюсь физиорядкой. Недели там два раза, всем не беремен, даже еще недели хожу. Очень нравится здесь заниматься. Мне уже 81 год. И все это физиорядка очень помогает. Всем желаю, чтобы занимались физкультурой. Чтобы быть здоровым, нужно обязательно рано вставать. Кто рано встает, тому Бог дает. Потом обязательно правильное питание, много двигаться, делать гимнастику, принимать водные процедуры и обязательно рано ложиться спать. Специалисты и координаторы проекта «Вместе сделаем шаг к здоровью» отмечают, после таких ярмарок адептов здоровой старости становится все больше. Причем многие задумываются о качестве предстоящей жизни в относительно молодом возрасте. Татьяна Белова, Андрей Спиридонов, Республика. Министерство физкультуры и спорта Чуваши опубликовало список сборной команды Чуваши на чемпионат России по легкой атлетике, который стартует на следующей неделе в Чебоксарах. По словам главного тренера сборной Республики по легкой атлетике Николая Панфилова, на соревнованиях будет выступать 21 спортсмен. В их числе член сборной команды России, мастера спорта международного класса Анжелика Сидорова в прыжке с шестом, Глена Наговицына в беге на 5000 метров, Людмила Ремеслова в беге на 3000 метров с препятствиями и Вера Ребрик в метании копья. Кроме того, в состав сборной Чуваши включены Марина Максимова и Евгения Смирнова в метании копья, Катерина Федотова в прыжках в высоту, Виктория Иванова в беге на 3000 метров с препятствиями, Надежда Федорова и Татьяна Ефимова будут соревноваться в беге на 5000 метров, Мария Сизова стартует на дистанции 200 метров, Вера Васильева, Наталья Григорьева, Мария Владимирова представят Чувашу в забеге на 800 и 1500 метров, Екатерина Блескина, Виктория Ситрова поборется на дистанции 100 метров с барьерами. В мужской сборной представлены Владимир Попов, Александр Данилов, Оба будут соревноваться в беге на 800 и 1500 метров, Также на 1500 метров побегут Олег Ильин и Евгений Дмитриев. В состав сборной Чуваши также включен Артем Афанасьев, Он побежит на 200 метровке. Татьяна Молокова, Республика. Чебоксарские ястребы готовятся к предстоящему сезону в новом составе. Кандидатами в команду стали 45 спортсменов. Тренерский состав изучил анкеты всех претендентов. Окончательный список будет опубликован в День города. 16 августа. Сейчас кандидаты на просмотровых сборах. За полетом будущих ястребов наблюдала Екатерина Абрамова. Из прошлогоднего состава ястребов тут всего шестеро игроков. С ними продлен контракт на следующий сезон. Это братья Богданы, Алексей Никифоров, Андрей Борисов, Руслан Хайрединов и, конечно же, играющий тренер команды Николай Далматов. Мы еще сами не играли в этом сезоне, пока только тренировочные спарринги. И вот работаем над физической подготовкой. По игрокам команда гораздо сильнее, чем была в прошлом году. Руководство ставит задачу, чтобы мы попали в плей-офф и бились за призовые места. Уже известно, что в регулярном чемпионате Суперлиги Б в составе чебоксарских ястребов будут бороться два игрока. В прошлом выступавший за баскетбольный клуб «Энгельский строитель» и двое гостей, для которых раньше ястребы были соперниками. Меня в том году сюда приглашали уже играть. Так получилось, что в том году еще раз позвонили, позвали и с удовольствием отреагировал на их просьбу. Большинство из парней мы виделись в сезоне, играл против них, с некоторыми общаемся. По поводу команды, команда дружная, все друг друга поддерживают. Надеемся на победу. Пока контракт подписан с десятью игроками. Следующие сборы баскетболисты проведут в Белых Камнях. Именно там будут определены еще пять игроков обновленного состава. Кроме того, уже формируется еще одна баскетбольная команда. Это фарм-команда. Это команда, которая будет в юношеской баскетбольной лиге играть. Это команда «Дюбл». Это как бы команда на будущее, перспективы. Где-то, я думаю, через два-три года эти игроки заявят о себе и войдут в состав Чебоксарских ястребов. Хотя в этом году мы уже планируем, уже посмотрели этих ребят. Где-то два-три человека будут играть в основной команде и тренироваться с основной командой. Тренируется детская и юношеская команда под руководством тренера Алексея Миронова. А Чебоксарских ястребов также продолжает готовить к сезону 15-16 годов Сергей Худаев. И основная задача, которую он ставит перед командой, выйти в 1-8 финала чемпионата России высшей лиги Б и показать все свои возможности. Татьяна Молокова, Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков. Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова